МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате проверочных мероприятий информация о признаках преступления не подтвердилась. Угроз безопасности жизни людей нет. Мы обращаемся ко всем жителям региона проявлять максимальную бдительность и в случае чрезвычайной ситуации звонить на телефоны доверия правоохранителей. А еще напоминаем, что за распространение недостоверной информации в СМИ и сети интернет предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. 27 марта исполнилось 6 лет со дня рождения Росгвардии России. Создание Национальной гвардии произошло в рамках реформы совершенствования работы правоохранительных органов страны. Среди основных задач формирование борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана общественного порядка, защита важных государственных объектов. В состав Росгвардии включены подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственные охраны, подразделения лицензионно-разрешительные работы. Наша основная задача, конечно, это охрана общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, как на улицах, так и охрана важных государственных объектов. Но это нельзя ставить там во главу угла, потому что задач действительно очень много, и мы только недавно, у нас ряд сотрудников подразделений приехали и с охраной, и оказание содействия пограничникам в охране границ государственной нашей. Поэтому мы весь тот перечень задач, который определен нам государством, директором войск национальной гвардии, мы их выполняем в полном объеме. Одним из самых сложных направлений работы Росгвардии генерал-майор полиции Александр Пляскин считает задачи, возложенные на вневедомственную охрану. На сегодняшний день в Тверском регионе под защитой этой службы находится 849 объектов. Из них 271 школа и 354 дошкольных учреждений. Когда я даже служил еще в спецподразделении, я думал, что круче спецназа нет. Да, согласен, я командиром говорю, с огромным уважением отношусь к спецподразделению, не могу их не любить, потому что я сам спецназовец. Но наши сотрудники вневедомственной охраны, те, которые у нас постоянно выходят в город, те, которые у нас постоянно находятся на улице, патрулируют город, это, ну, знаете, как сказать, это действительно люди, можно назвать просто кремень, потому что ту работу, которую выполняют они, зачастую эту работу никто не видит. Зачастую люди думают, что вот они вот катаются и так далее. Но, как бы оно ни было, на все вызовы, на все сигналы от МВД, либо через пульт центральной охраны, который поступает непосредственно на группу задержания, они приезжают. О работе спецподразделений СОБРа и ОМОНа на протяжении десятилетий мы постоянно рассказываем в патрульной службе. В эти дни перед спецназовцами стоят непростые задачи. Работа идет круглосуточно. У нас сейчас, вот мы сейчас с вами ведем диалог, а у нас ребята сейчас, они выполняют задачи, и они действительно на выезде. Как бы это не для, там, приукрашивания каких-то ситуаций, но это действительно так. Идет 33-й день военной спецоперации Российской Федерации на Украине. Нашу страну продолжают бить информационными фейками, порочащими российскую армию и всех, кто носит погоны. Хорошее было высказывание Сергея Бодрова, как-то я его смотрел, пересматривал, он сказал так, если армия страны воюет, и даже она делает какие-то неправильные вещи, мы будем разбираться потом. Никогда нельзя эту армию своей страны в чем-то укорять, когда она ведет боевые действия. Очень хотелось бы верить в то, что и жители региона, и как бы просто граждане, у меня очень просто огромное желание, чтобы они доверяли полиции. Люди действительно отдают этому делу все силы, время, душу, они отрывают это все от семьи. Как бы для многих, для многих людей, и я хочу сказать, что вот в тверских подразделениях, это ОМОН, СОБР, опять же, это вневедомственная охрана, это в первую очередь вневедомственная охрана. Действительно, люди работают профессионалы, люди, которые переживают за все это, люди, которые хотят и стараются действительно помочь. В день шестилетия со дня образования войск Росгвардии патрульная служба присоединяется к поздравлениям наших защитников. Вы на передовой, и мы верим в ваш профессионализм и умение защитить интересы нашей Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова